Миграционный кризис на польско-белорусской границе может играть роль своеобразной ширмы для того, чтобы напасть на Украину. Якобы пока Запад наблюдает за развитием событий с мигрантами, Россия вторгнется в Донбасс или на другие территории Украины. Такое мнение тиражируют польские СМИ. В Варшаве считают, что концентрация российских войск на границе с Украиной способствует дальнейшему усилению напряженности и росту экономического кризиса. Самая горячая точка сегодня – это Европа, полагает Владимир Жириновский. Ситуация зашла к такому моменту, что больше дальше просто так нельзя. Нужно, чтобы что-то началось. Нужно открыть стрельбу, нужно начать бомбардировки, переходы границ. Я не называю страны, не называю армии. Где может полыхнуть? В Европе. Это самая горячая точка. В Сербии, Косово что-то начнется, но не очень будет реагировать. В Кавказ что-то начнется, не очень. Талибы – не очень. Все здесь. Сердце человечества, там где всегда все войны, революции, все там было. То есть на границе Белоруссии и Польши? Вот опять треугольник славянских государств – Россия, Украина, Белоруссия. Опять славяне друг друга метелят, а те в Страсбурге считают, сколько трупов. Польшу можно тут задеть? А что делать? Это не мы уже, а белорусские партизаны, украинские нацисты. Это между ними будет. Вы понимаете, в чем весь смысл ближайшей войны? Никто не поймет, где какая часть вторглась. Сегодня можно все ходить в натовскую форму, все ходить в форму украинских нацистов, белорусских партизан. Кто разберет? Им почему нужен подздам новый или Ялта? Обвинить Россию. Они найдут русский след. Русских будут поговорить. Вы понимаете? Новые пленные и убитые будут русскими. Вот, пожалуйста, будут русские. Вы ворвались. Это не мы. Это русские на Украине. Там в Прибалтике. В Польше. Ну, в Польше мало, в Прибалтике. Вот они, эти трупы с лошадью, пожалуйста, по всем данным, это русские переодеты, но это граждане России, этнические. ДНК будут делать, всем показывать, снимки будут делать. Не видно, какая граница, но переходят, идут, двигаются. Война неизбежна, и нужно встретить ее всей мощью новой русской армии. Чтобы никому не было неповадно. На долгие десятилетия, а может быть даже до конца века. В российских регионах будут открыты специальные центры подготовки учителей начальных классов. Это связано с тем, что Министерство просвещения утвердило обновленные федеральные стандарты начального и основного общего образования. Хорошо это или преждевременно, расскажет вице-спикер государственной думы Борис Чернышев. Вопросы, связанные с общим образованием, с высшим образованием. Еще один момент хотел сказать. От той точки напряжения, которая сейчас будет у учителей в ближайшее время. Министерство просвещения Российской Федерации намерено рекомендовать школам массово переходить на обновленные стандарты в ГОЗ. Это неправильно. У нас революция и такие или иные изменения в образовании происходят чуть ли не каждый год. Постоянно мы куда-то движемся, новое направление. То мы при Васильево возвращаемся назад или топчемся на месте. Сейчас мы ориентируемся на Европу, на международные рейтинги, на что-то еще. Но в целом, опять же, мнение родителей, мнение учителей, мнение учеников остается как-то в стороне. У меня есть группа коллег, с которыми мы работаем по школьному образованию. И вот Вы же слышали, что они проходят всякие точки развития, своего оценки, те или иные. Они должны себе получить как компетентные или некомпетентные специалисты. И вот учитель русского языка и литературы, отвечая на очередное тестирование своих компетенций, отвечает на вопрос. Нужно ей отметить ряд, в котором представлены признаки, отличающие условные рефлексы от безусловных. Мне очень интересно. Толстой, Достоевский, другие наши уважаемые поэты, литераторы, символы России. И когда получали классическое русское образование от своих нянь, вот они, няне, проходили такие исследования? Мне кажется, нет. Поэтому движение у нас ради движения, и, к сожалению, это не совсем правильно. В Хабаровске завершилась двухдневная стратегическая сессия развития науки и высшего образования на Дальнем Востоке. В мероприятии участвовали министр науки и высшего образования Валерий Фольков, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Они обсудили роли места науки и высшей школы в развитии макрорегиона и меры по снижению оттока населения, прежде всего, молодежи. У нас реализована уникальная возможность встать у истоков разработки программных документов развития высшего образования у нас в макрорегионе на Дальнем Востоке. Региональные органы исполнительной власти, то есть мы, вузы, научные организации, реальный сектор – это классическая связка, которая должна работать на результат развития региона и страны. И только при таких условиях может быть синхронизирована потребность экономики и подготовка кадров. Этот процесс у нас начат в Хабаровском крае, уверенно, и в других регионах Дальнего Востока тоже он идёт. Например, мы поддержали, разумеется, программу «Приоритет» участия нашего Тихоокеанского государственного университета в программе «Приоритет 2030», вошли в состав консорциума как орган исполнительной власти. Это стало первым шагом для реализации следующей нашей инициативы – создания в крае ИНТЦ, и не филиала ИНТЦ на остров русский, а ИНТЦ Хабаровского края. И мы над этим работаем и очень надеемся на поддержку. Центр по интеграции усилий и науки, который в Хабаровском крае, я во вступительном слое говорил, очень серьёзно у нас представлено и развито институтами Академии наук образования и производства. Как минимум 2 миллиарда рублей необходимо выделить Владимирской области на ремонт общежитий местных вузов. Об этом нам рассказал первый заместитель председателя Думского комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. Он сообщил, что некоторые общежития находятся в плачевном состоянии, и ремонт там необходимо начать как можно скорее. Речь идёт о программе, которая транслируется через Министерство науки и высшего образования. Речь идёт о реконструкции, капитальном ремонте тех образовательных учреждений, которые находятся в Российской Федерации. Это как и те объекты, где проходит обучение студенты и преподают педагогик, так и те объекты, где проживают общежития. Ну и сопутствующие учреждения. Если говорить о Владимирской области, то сумма заявки, которая поступила в адрес Министерства науки, равна около 2 миллиардов рублей. Я состыковался и с министром, и с заместителем министра. Подчёркнута возможность поддержки этого дополнительного финансирования, которое крайне важно для нашего субъекта, потому что, к сожалению, общежития находятся в далеко не лучшем состоянии. И вот, например, если говорить о предстоящем 2022 году, то сумма заявки составляет порядка 220 миллионов рублей. Там речь идёт о ряде общежитий, в которых проживают студенты. Это и замена окон, лестничных маршей, ремонт, это ремонт коридоров, входных групп. Всего того, с чем сталкивается студент, проживая в этом общежитии. А мы прекрасно понимаем, что более чем 50% своего времени он находится именно там, где проживает. Там он проходит дополнительную подготовку самостоятельную. И там как раз и общается со своими сверстниками. И крайне важно, в каких условиях он живёт. Потому что это такой огромный блок его жизни в период профессиональной подготовки к будущей жизни. И, конечно же, наша общая задача – обеспечить комфортные условия для студентов. Потому что и так стипендии оставляют жить от лучшего. Кстати, я же был одним из авторов инициативы по поднятию уровня стипендии, чтобы студенты могли себя комфортно чувствовать. Но, в частности, пока этот вопрос мы рассматриваем, лоббируем. Но вопрос проживания в достойных условиях в Владимирской области студентов, которые проживают в общежитиях нашего государственного университета, крайне важен для меня. И, конечно, я буду добиваться вместе с ректором положительного результата в решении этого вопроса. В письме чётко сказано, что Министерство науки готово это сделать, но необходимо предоставить соответствующие документы. Я состыковался с ректором, с Ролизой Анзором Михайловичем. Сейчас они выясняют, каких документов не хватает. Потом начнём продвигать этот вопрос до финальной стадии, до выделения денег. Подмосковным властям удалось закрыть все детские дома на территории региона. Об этом ранее сообщил губернатор области Андрей Воробьёв. В 2013 году в области работали 44 детских дома, где проживали более 23 тысяч детей. Но за прошедшие 8 лет из них разобрали всех ребятишек. 15 тысяч бывших детдомовцев теперь живут в замещающих семьях. Остальных усыновили. Владимир Жириновский считает, что это отличный пример для других регионов. В Подмосковье закрыт последний детский дом. В 2013 году их было 44. Всех воспитанников разобрали. И вот то, о чём ЛДПР много лет говорила. Содержание ребёнка в детском доме 50 тысяч рублей в год. Отдать эти деньги приёмной семье. И там эти дети будут находиться. И на них хватит денег. И, может быть, родные дети этих родителей. Вот дошло до Подмосковья. Давайте так сделаем в масштабах всей страны. Чтобы дети жили в семье. В семье им всё-таки лучше. Пусть это чужие папа с мамой, приёмные. Но там есть братья у них, может быть. И в любом случае и питание лучше, и игрушки, и какой-то уход, какой-то уют. Вот добились мы. Сколько лет ушло. Так давайте деньги, которые мы в регионы даём на снижание детского дома, дадим родителям приёмным. Вот условно 50 воспитанников. Пятерых забрали, 10%. 10% бюджет этому детскому дому сокращаем, а деньги раздаём эти семьи, которые взяли. Это же всё элементарно. Вместо государственного детского дома деньги идут в руки семьи. И постепенно, сразу не закрыть весь этот детский дом, но сокращайте там воспитанников и сокращайте бюджет, а деньги раздавайте гражданам. В любом случае мы готовы требовать увеличения денег как пособия тем семьям, которые готовы взять детей, чтобы не было их в детских домах. К этому часу у меня вся информация. Напоминаю, трансляцию эфира вы можете смотреть на нашем YouTube-канале. Будьте здоровы. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok